привет друзья сегодня будем готовить блюдо для миллионеров приготовим пасту с креветками кальмаром и все это в креветочном соусе биск получится очень вкусно правда не очень быстро начнем с приготовления соуса биск это блюдо скажем так из вторичных продуктов готовить мы его будем из панциря из маленьких креветок и займет достаточно большое время но этот соус хорош тем что его можно сделать заготовку хранить в морозилке и когда вы хотите приготовить действительно вкусную пасту суп или что-то такое с насыщенным ярким вкусом креветок он всегда у вас будет под рукой отличный вариант когда я готовлю сложные блюда разных стран мира я очень часто смотрю за шеф-поварами из этих стран смотрю их рецепты перевожу и траченное достаточно большое количество времени но благодаря новой функции бесплатного яндекс браузера эти границы стираются полностью яндекс браузер запустил новую фишку которая позволяет вам в режиме онлайн переводить зарубежные видео на русский язык и слушать их прямо на вашем родном языке никаких больше границ любите вы физику и хотите смотреть какие-то лекции научные или как я смотреть кулинарные видео все это достаточно просто я просто беру телефон захожу в яндекс браузер нахожу нужное мне видео открываю его если мне что-то непонятно сразу нажимаю на кнопку перевести текст мы собираемся использовать креветки целиком так вот у меня есть 300 граммов как видите все сразу становится понятно поэтому если вы хотите смотреть видео без границ по всему миру на разных языках то скачивайте бесплатное приложение яндекс браузер пользуйтесь онлайн переводчиком а если вы хотите поддержать мой канал то скачивайте его по ссылкам которые я оставил в описании на у нас разгорелся гриль и самое время нам начать подготовку наших продуктов посмотрите какие у меня панцирь для этого соуса можно собирать любые панцири ракообразных вот креветки большие королевские вы готовите осталось заморозили в мешочке мелкие креветки которые там особо никуда не пойдут вот такие с глазами с хвостами с ногами все это отлично подойдет для приготовления соуса биск ну и максимально простой набор овощей которыми нужно немного подготовить пару стеблей сельдерея нарежу помельче репчатый лук на четвертинки морковь и два хороших сочных помидор со всем этим набором можно отправляться за гриль ну или за плиту если вы готовите в домашних условиях гриль у меня разогрелся глубокая кастрюля разогрелась и первым делом я отправляю туда растапливаться сливочное масло и смешиваю его с оливком немного растительного масла я обожаю сочетание сливочного и оливкового масла когда они топятся ароматы потрясающие уже понимаешь что соус будет вкусным и теперь в это горячее масло мы отправляем все панцири все остатки от креветок и других ракообразных если у вас есть и начинаем обжаривать обжарим минут пять чтобы они начали отдавать свой аромат масло то за что мы с вами любим креветки этот вот насыщенный креветочный вкус он как раз максимально сконцентрирован в их панцирях головах ножках и именно его мы сейчас и будем вытягивать из этих продуктов поэтому все это приготовление сводится к тому чтобы максимально правильно использовать отходы очистки которые могли остаться у вас от креветок и только выиграть во вкусе от этого блюда остатки влаги которые были в креветках могли по крайней мере в ней остаться они выпарились посмотрите у нас идет активное обжаривание панцирей и можно добавить туда все овощи дадим им тоже быстренько обжарится буквально одну полторы минутки для того чтобы они прихватились с маслом и можно будет продолжить приготовление овощи также немного прихватились с маслом и панцирями добавляю сюда тимьян и лавровый лист вливаю один стакан белого сухого вина не даю ему немного выпариться это нужно чтобы добавить нашему блюду легкую приятную кислинку как только в вино немножко выпарилась можно добавить небольшое количество соли сахара и залить это все водой чтобы все томилась и тушилась тушить будем в районе 40 минут до вкуса пока не довожу просто чтобы лучше вытягивались и заливаю водой так чтобы она слегка покрывала панциря именно такое долгое томление поможет нам максимально вытянуть все ароматы и вкусы из креветок и овощей поэтому закрываю крышку оставляю томиться а сам продолжаю дальнейшее приготовление ну и пока наш соус вываривается не будем терять времени и замаринуем морепродукты у меня здесь те самые аргентинские креветки от которых я и снимал панцире я их подготовил и нанизал на шпажки как вы понимаете по их цвету они вареное мороженое то есть они готовы готовить их практически не нужно иначе их можно пересушить но тем не менее слегка под мариновать и прогреть на гриле будет очень даже вкусно поэтому подготовим соус маринад смешиваю небольшое количество оливкового масла соевый соус немного лимонного сока для этого его покатать чтобы он лучше отдавал аромат легче все сюда один зубчик чеснока на мелкой терке обязательно использовать именно мелкую терку немного зелени петрушки все в соус еще немного соли и капельку сахарного песка и все перемешать заливаем эти маринадом наши креветки закрываю пленкой убираю в холодильник пускай постоят минут 20-30 для того чтобы хорошенько промариновались и вторым шагом на фаршируем кальмаров на терке потру сыр по типу моцарелла туда же потру чеснок и порежем зеленый лук и все перемешать как вы уже наверное поняли этим сыром мы будем фаршировать кальмар я буду использовать уже очищенные тушки филе скажем так и закидываю сыр туда сильно много не нужно потому что кальмар подужмется время приготовления вот такой кормертик для того чтобы ничего из него не убегала прокалываю шпажкой тут и на всякий случай с обратной стороны тоже свежим но и но и но и просто чуть-чуть взбрызгиваем их оливковым маслом не самая одинаковая кальмар миссии достались ничего страшного также закрываем пленкой и убираем в холодильник креветкам нам нужно дождаться готовности нашего соуса после чего мы будем снимать его с огня осталось буквально минут пять так что сейчас уже будем включаться ароматы просто потрясающий соус уже выглядит великолепно ну как пока что он не выглядит как соус поэтому берем погружной блендер и все измельчаем до однородной массы почти кабачковый экран с максимально концентрированным креветочным вкусом дальше нам нужно отсоединить самые крупные фракции которые неприятно будет найти в своем блюде от мелких приятных ну то есть это пюре от овощей которая разбландерилась и остатки мяса креветок сок и так далее поэтому буду использовать систему двух сита первые ситы с крупной ячейкой второе с ячейкой помельче одно в другое на кастрюлю и все процежем выкладываем наш соус аккуратно лопаткой протираем видите все крупные панцири остаются наверху масса становится суше сюда у нас уже проходит чистый соус и пока откладывают джим их сторону а вот этот мягкий слой также дополнительно протираем через сито и вот уже внизу в кастрюле у нас максимально чистый соус как видите у этих панцирей овощей мы забрали все что только можно по итогу у нас получилось примерно полтора литра концентрата максимально креветочного вкуса как я и говорил эта заготовка ее можно развить по небольшим баночкам хранить в морозилке если вы готовите пасту или какие-то супы с морепродуктами использовать для более яркого насыщенного вкуса ваших блюд но мы продолжаем готовить пасту у нас закипела вода и мы идем отправляться варить макароны воду посолить и закидываю пасту варить эту пасту буду минут семь потому что потом она еще будет доходить у нас в нашем соусе но мы продолжаем готовить соус все в ту же глубокую кастрюлю наливаю три половника нашего креветочного концентрата или соус биск как скажет француз и отправляйте гриле добавляю 20 процентные сливки немного сушеного орегано пробуем наш сливочный соус и доводим его до вкуса солью и сахаром если потребуется также добавлю немного черного перчика для остроты соль и черный молотый перец идеально готовую пасту будем доводить на готовности в этом соусе ему нужно нагреться пасть свариться и все объединяем добавляем макароны в теплый соус закрываем крышкой снимаем с огня пускай паста постоит в этом креветочном бассейне и дойдет до полной готовности кому быстренько обжариваем креветки и кальмара почистим немного решетку и выкладываем креветки и снимаем также быстро обжариваем кальмара так и так и и и ну что друзья в этой пасти прекрасно все креветки кальмар сам соус и паста давайте скорее пробовать креветки легко снять со шпажки кальмар и плавленый сыр отлично дополнен пушка